всем привет в этом видео покажу вам все свое столовое серебро и не только купленное на барахолке в самом буквальном смысле за копейки и так друзья поехали начнем мы с 84 пробы это такое ситечко для заварки для чая интересная работа такие вот узорчики здесь все добро которое я вам покажу купил на барахолке можно также с адресов покупать если вы занимаетесь рекламой объявления на подъездах и так далее такая стопочка серебряная цветочек здесь она уже такая покрылась патиной чернота многие коллекционеры любят патину даже не чистят ну а какие-то чистят придают блеск позолота такая довольно таки насыщенная еще вот как играют лучики как на монетке юнси тема вообще серебра тоже достаточно интересная нужно только заниматься на ю тубе конечно мало кто говорит только монеты серебряные но столовая серебро тоже заслуживает чтобы о нем говорили такая с чернением 875 проба вот столько добра можно купить на барахолке естественно я покупаю там где есть зазор если нет зазора то лучше не брать тогда вы очень быстро вылетите в трубу на этой стопке мы видим дарственную надпись 50-летию ну и вообще в советском союзе очень много дарили на юбилеи на дни рождения учителям именно стопки наборы ложек серебряных столовое серебро эта тема была очень популярна потому что относительно было доступно все нежели чем сейчас люди достаточно зарабатывали и могли себе позволить большие коллективы скидывались одному работнику либо начальнику и дарили замечательные предметы такие ложка мы видим она с чернением очень симпатично и красиво выглядит в живую позолота если ее почистить то будет конечно гораздо поярче она выглядеть серебряный подстаканник наверное все сейчас антиквары которые наблюдают за мной все тут же вспомнили за свои кубачи как они их покупали и в каком количестве у меня допустим было очень много наверное пару десятков это точно потому что за 11 лет сколько я занимаюсь было очень много предметов жаль конечно то что раньше не открыл youtube канал свой уже как минимум было бы 1500 нас но тем не менее мы не унываем и двигаемся только вперед ведь только так можно достигнуть определенных результатов 875 проба чернение остатки позолоты такие подстаканники коллекционеры могут поставить под стекло в шкафчики и любоваться своими экземплярами такая стопочка состояние конечно не очень возможно она была в воде воду серебрила обычно после серебрения монеты так тускнеют такая появляется здесь некрасивая ерунда вот это вот зеленца обычно после воды но тем не менее еще по золото немножко есть и самое интересное самое такое вкусное это вот такая театральная сумочка давненько она лежит конечно у меня очень интересный экземпляр защелкивается она работает великолепно а по серебру общий объем 296 грамм это уже друзья вам не шутки 296 грамм и цепочка серебряная здесь и сейчас мы это будем все взвешивать да и на этой сумочке 84 проба так вот наши весы и начинаем взвешивание 296 грамм очень даже и ничего и остальные экземпляры сейчас мы здесь так у бач в него мы так поставим стопочки чтобы все вместить так вот очень хорошо все получилось и мы видим картину 255 грамм общее количество у нас получается вместе вот с этой сумочкой 551 грамм пол килограмма серебра и даже более купленного на барахолке ну как вам друзья я считаю ну просто шикарно поэтому не стесняйтесь занимаетесь не только поиском часов каких-то интересных классных винтажных монет редких но после просмотра этого ролика обязательно обращайте внимание на столовое серебро на изделия различные на театральные сумочки и не только на кольца естественно потому что по крупице по зернышку по зернышку а в итоге у вас будет вот такая же подобная картина как и у меня и это еще только остатки всего того что было ранее ну и то что я не показывал на своем канале также я готов покупать столовое серебро желательно конечно вот такие большие объемы это будет максимально интересно контактный телефон как всегда в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях до новых встреч